Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я, писатель Лена Воронова, выступаю в необычной для себя роли. У нас в студии приглашенный человек, совершенно уникальный, своеобразный, необычный для нашего повседневного общения. В данный момент времени мы с вами видим на экране Макаренко Эрнеста Эммануэловича. Здравствуйте! Являющегося на данный момент времени начальником отдела исполкома МГРО по взаимодействию с депутатскими группами и фракциями Единой России, заместитель секретаря местного отделения района Новопеределкина. Мы очень рады, что вы сегодня решились на этот шаг и нам объясните очень важные вещи. Дело в том, что сейчас приходит очень много разной информации, связанной вот с этой самой нашей замечательной Конституцией. Мы знаем, что в нашей Конституции, ну тот, кто помнит, конечно, 475 статей. И вот из этих 475 статей на переделку, что называется, вы же в переделке, но я немножко шучу, на переделку ушло 45 статей. И в них внесены изменения. И плюс еще дописано 6 новых статей. Прежде чем начать разговаривать по статьям, ваше мнение, как вы думаете, нужно ли это делать? У нас разделились мнения. Одни говорят, что нужно, другие говорят, что нужно оставить, как было тогда. Да. Слушан звон колокольный? Да. Это вот храм, который я восстановил. У нас разговор начинается прямо под колокольный звон. Потрясающе. Очень символично. Изменения, конечно, нужны. Они давно назрели, и те изменения, которые сейчас предлагаются для всенародного одобрения, это крайне необходимые просто для жизни нашего государства и для жизни каждого из нас. Поэтому об этом много говорилось разными политическими деятелями, конкретно эти предложения еще до того, когда начали делать эти поправки в Конституцию. Это то, о чем многие переживали, практически все переживали, что в Конституции не хватает определенных статей. И я очень рад, что наконец это произошло, и очень жду, когда это, наконец, будет закреплено нашим всенародным одобрением. У нас получается, что сейчас мы на пороге какого-то большого судьбоносного события. Правильно ведь? Да, это действительно просто по-настоящему такой рубеж, судьбоносное решение, как вы правильно сказали. Причем мы этим решением задаем вектор дальнейшего развития нашего государства, определяем его цели, такого настоящего социального государства, которое заботится о людях. Это очень важно. То есть это такая практически идеология нашего социального государства, которая каждому показывает, как мы должны жить. И не только гражданину показывают, но и людям, которые работают или будут работать в дальнейшем в руководстве нашего государства. Они определяют границы, которые дают направление нашего суверенного развития, которые приостанавливают какие-то лазейки для того, чтобы изменить наше поступательное движение великой страны вперед. Вот это очень важно. И вот каждую поправку читаешь, ну просто вот это то, что нам крайне необходимо. Вот давайте пойдем сразу по поправкам. Прямо по пунктикам с вами пройдем. Давайте. Давайте начнем с 67 статьи о защите суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации. Первая статья получается, точнее первый пункт, первая часть. Территория Российской Федерации включает в себя территории ее субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над ними. Дальше добавка. На территории Российской Федерации в соответствии с федеральным законом могут быть созданы федеральные территории. Организация публичной власти на федеральных территориях устанавливается указанным федеральным законом. Второй пункт. Российская Федерация обладает суверенными правами и осуществляет юрисдикцию на континентальном шельфе и в исключительно экономической зоне Российской Федерации в порядке, определяемым федеральным законом и нормами международного права. Это прописано с самого начала. А теперь маленькая поправочка. Пункт 2.1. Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности действия за исключением делимитации, демаркации, реддемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются. Да, это важнейшая поправка, потому что мы знаем, что, к сожалению, в 90-е годы мы отдали часть нашей территории морской Норвегии. Да. Да, то есть сделали ее как бы вот так вот подарили. Это было в 90-е или даже еще при Горбачеве, сейчас не помню точные даты, но у нас неоднократно вот так вот территории отдавались. Много лет ведутся разговоры отдать Курильские острова. Вот эта поправка, она четко говорит, что Россия ни одной своей территории не поступится. Тогда все попытки говорить о том, что давайте Крым вернем Украине, истинно российский Крым, давайте Курилы вернем Японии, эти все попытки больше невозможны станут после того, когда мы поддержим эти поправки в Конституции. Именно эта поправочка говорит о том, что мы не имеем права что-то отделять, что-то отдавать, то есть это принадлежит России, российской конституции. Да, это наша территория, которая была зафиксирована еще при советском времени, там дальше в российской, уже нашей новой истории, да. И то, что исторически сложилось, то, что прирастало усилиями наших предков, которые развивали и укрепляли наше государство и благосостояние всех российских народов, это недопустимо отдавать. А ведь не только другие государства делают попытки предъявить претензии на наши территории. Но и, к сожалению, на территории у нас в нашем государстве некоторые попадаются личности и политики, которые тоже говорят, давайте отдадим. И вот чтобы в дальнейшем, не только сегодня, когда сохранение территории гарантируется нашим президентом, который, собственно говоря, собрал нашу Россию вновь, когда она уже практически разваливалась, да, это просто чудо божие произошло. В дальнейшем, кто бы не пришел к руководству страны, эта поправка не позволит втихую принять какое-то решение, которое бы могло ущемить наши территории, отдать наши территории, исключить их из территории Российской Федерации. Это очень важно. Это прекрасная поправка. Это великолепная поправка, оказывается. Ждем дальше. 67, дробь 1, будем так говорить, новая статья. Так. О правоприемственности Российской Федерации, защите исторической правды и о создании условий для развития детей. Первый пункт Российской Федерации является правоприемником Союза СССР на своей территории, а также правоприемником, правопродолжателем Союза СССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза СССР за пределами Российской Федерации. Да, это очень хорошая поправка, потому что мы действительно являемся правоприемниками Советского Союза. От нас оторвали куски. Куски не просто территории. Владимир Владимирович Путин в одном из интервью говорил когда-то, по-моему, 25 миллионов человек оказались оторванными от Советского Союза. То есть вот эти вот национальные республики, когда произошло это самостийное, не знаю, как еще назвать мягко, вот это раздробление, когда был уничтожен Советский Союз, были оторваны порядка 25 миллионов семей. Но на самом деле гораздо больше, потому что 25 миллионов оказались за границами России, бывшие граждане одного государства. А сколько семей пострадало и дружеских, и деловых отношений, это, конечно, дикость, когда вот люди вдруг в одночасье оказались, там даже члены одной семьи, оказались гражданами разных стран со всеми ужасающими последствиями. И Советский Союз создавал, формировал или был участником многих и международных организаций, у нас было много зарубежного имущества, не только наших посольств, торговых представительств, но и многого другого. И, безусловно, мы принимаем на себя все это правоприемство и ответственность за продолжение этой политики, политики дружеской, политики взаимодействия с другими странами. И, конечно, мы, вот как здесь написано, мы сохраняем отношение членства международных организаций, их органах и участие в международных договорах. Это очень важно. И в том числе берем на себя обязательства, предусмотренных международными договорами Союза СССР. Конечно, это очень правильно. И я считаю, что это хорошая очень поправка. Идем дальше. Пункт второй. Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство. Да, замечательная статья, просто замечательная, потому что действительно Россия образовалась не в девяносто первом году. Да. Россия действительно, как сказано в этой поправке, объединена тысячелетней историей. И мы просто обязаны об этом не только знать, но и напоминать всем, что Россия не вчера создалась. И мы должны действительно сохранять память предков, которые строили эту великую страну. Это потрясающее крепкое государство. Это, как об этом говорил не раз, по-моему, Владимир Владимирович, что Россия – это особая страна-цивилизация. Мы несем эту цивилизацию, сохраняем ее в себе и готовы особенностями нашей цивилизации поделиться со всем миром. Вот здесь говорится о том, что, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, ведь действительно Россия стала крепкой именно благодаря вере всего народа в Бога. С Богом защищали страну, строили страну, с Богом воспитывали детей, занимались образованием. Это все неразрывно. Вся культура русская пронизана верой в Бога, и все искусство, даже изобразительное, музыкальное, оно все выросло на православной нашей вере, на нашей культуре, которая формировалась этой православной верой. Поэтому говорить об этом просто необходимо и напоминать в том числе будущим и поколениям, и будущим руководителям страны, что вот мы на этом основываемся. Мы это бережем и мы это развиваем. Это очень важно, потому что практически тысячу лет люди поливали нашу землю потом и кровью, защищая ее, укрепляя ее. Конечно, надеялись на счастливую жизнь, на счастье своих детей. И мы должны продолжать их дело, а не ради нас это делали. Поэтому, конечно, мы должны сохранять их память и, развивая свою страну, думать, а какую же страну они хотели нам передать. Ведь это же их молитва, это их усилие во время жизни создало сегодняшнюю Россию. Мы не имеем права предавать память и усилия наших предков. Конечно же, очень важно, что мы признаем исторически сложившееся государственное единство. У нас уникальная в этом плане страна, и надо это только укреплять и развивать, потому что наша страна, в отличие от европейской, так сказать, цивилизации, никогда не была жестокой, рабовладельческой, прирастая территориями. Национальное меньшинство, малые народы, мы никогда, в отличие от, не буду называть всяких там западных, так сказать, партнеров, не уничтожали. Мы всегда поддерживали национальные языки, национальную культуру. И этим религии, и вот это гармоничное существование их всех, и делает, обогащает нашу русскую многонациональную страну, и делает ее крепче. Малочистенным некоторым народам не разрешалось даже служить в армии, чтобы во время военных действий... Чтобы сохранить этот народ. Это где это видно? Ни одна страна такого не делает. Это делала только Россия все годы ее существования. Вот это очень ценно. И мы должны это понимать, и должны это сохранять, и должны укреплять вот это, как здесь написано, исторически сложившееся государственное единство. И опять это и для понимания нас, как граждан, и как просто инструкция к действию будущим руководителям государства. Они должны, присягая на этой Конституции, вот это обеспечивать. Обеспечивать это преемство. Это очень важно. Знаете, я заметила такую интересную вещь. Вы, наверное, тоже ее заметили. Во времена советские, когда было гонение на церковь, мы все равно учились по литературным произведениям, где все время был Бог. Помните? Вот эта дворянская литература. И помню, у нас был один учитель, который прямо говорил, это, говорит, какой-то негодяй делал эти учебники, нам нужно там про коммунизм говорить, а мы тут слезы льем с Базаровым про Бога рассказываем. Понимаете, как интересно и хитро было все сделано. Ведь и даже советское время, оно все равно не отсекло вот эту генную программу, связанную с верой и с Богом. Да, да. И вся наша, действительно, литература этим пронизана, и в советское время она, слава Богу, сохранилась. Причем... Мы изучали это, вот из класса в класс. Мы изучали эти книги, где есть Бог постоянно. Да, да, да. Сдавали по ним экзамены. Это здорово. И это потрясающе. Идем к следующей статье. Так. К следующему пункту, точнее. «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды, умоление значения подвига народа при защите Отечества не допускается». Как я согласна с этим пунктом? Да, потрясающий пункт. Я думаю, что все согласны. Потрясающий пункт. Действительно, это очень важно и для будущего нашей страны. Мы обязаны чтить память наших защитников. Мы обязаны обеспечивать, вот как написано в этой поправке, защиту исторической правды. Потому что желающих, как вне нашей страны, так, к сожалению, и внутри нашей страны, желающих придать забвению эту историческую правду или ее исказить, и уже сейчас пытающие, много лет это делать, пытающиеся искажать, умолять нашу великую историю и правду о прошлых годах, это совершенно недопустимо. И очень хорошо, что теперь здесь говорится, в том числе в этой поправке о том, что умоление значения подвига нашего народа при защите Отечества не допускается. Мы видим, какие есть совершенно мерзкие, гадкие попытки унизить наших ветеранов отдельными псевдополитиками, авантюристами. Мы видим, что делается на Западе, как они пытаются переформатировать людей, вычеркнуть, просто вымарать напрочь историю Второй мировой войны и раньше, и позже, и представить вообще Советский Союз и Россию агрессорами. Вот это наша историческая миссия – нести правду всему миру. И я надеюсь, что на основе этой части статьи Конституции будут в дальнейшем и какие-то государственные другие акты, направленные на то, чтобы не допустить умоления подвига народа, и серьезная государственная политика будет строиться на основании этого пункта по защите исторической правды. А это же и образование. Это на основе этого должна строиться система всей государственной информационной политики. Должна строиться система обучения истории. Я вот недавно почитал фрагмент учебника, прекрасного учебника истории, который написал Никонов, депутат Государственной Думы. Потрясающий учебник, где я прочитал там его часть, она в открытом доступе есть в интернете, о Великой Отечественной войне. Это учебник истории, это не научная работа, но тем не менее, насколько там правдиво и емко отображены все вехи Великой Отечественной войны и какие-то нюансы, о которых нам умалчивали в советское время, а в 90-е годы пытались просто вымарать и переврать все это. И сколько учебников мы знаем было с тех пор, которые просто скрывали или лгали на нашу историю. А вот здесь очень четко, очень хорошо показаны основные аспекты всей трагедии и всего величия подвига советского всего народа в этой войне и взаимоотношения с союзниками. Вот так мы должны выстраивать всю свою работу, не скрывая каких-то, может быть, тяжелых моментов, но показывая всю правду. Нас пытаются, пытались много лет, заставить стыдиться своей истории. Мы не будем стыдиться своей истории, нам нечего стыдиться. Да, были разные тяжелые моменты, но страна из этого вышла с честью, страна вышла победителем. Единый был порыв всего нашего народа, и с Божьей помощью мы это все одолели. И мы должны помнить, чтобы это больше не повторялось. Мы должны защищать это наше мирное, прекрасное, настоящее, и также, чтобы оно продолжалось и в будущем. И для этого, да, вот правда, правда и защита подвига, памяти о подвиге народа, конечно, она здесь имеет колоссальное, воспитательное значение, колоссальное значение для того, чтобы передавать эту память будущим поколениям. Потому что, когда ты помнишь о том, что было до тебя, как люди думали, переживали, как они страдали, как они шли в бой, когда ты это понимаешь, когда ты это знаешь, и знаешь, что это делали твои вот совсем недавние предки, тогда ты понимаешь, ради чего ты живешь. Ты понимаешь, кто тебе это передал. И ты понимаешь, что не на пустом месте ты родился, не на пустом месте образовалась наша страна. И когда ты знаешь, ты понимаешь, что ты защищаешь. Ты защищаешь не какой-то там свой финансовый интерес, а ты защищаешь это Великое Отечество. Эту великую историю, уникальную русскую цивилизацию. Продолжаем. Четвертый пункт. Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему, духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения. Прекрасная статья. Очень много вокруг этого было всяких, простите, либеральных воплей, совершенно недопустимых. Очень здорово, что мы, как государство, как все граждане страны, заявляем, что мы живем не ради набивания карманов. У нас не тот безумный капитализм, который нам пытались строить Чубайсы, всякие из их компаний. Что-что? В 90-х, да. Да, 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 в 90-х. Вот, мы понимаем, что дети – это будущее страны. И не просто это красивое слово, да, а что нам действительно нужно создать условия для их развития. И я очень рад, что в этой поправке прописаны такие важные слова, что государство не только создает условия, способствующие образованию, допустим, да, а здесь именно всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию и воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Это то, на чём мы с вами воспитывались и росли в советское время. Это то, на чём воспитывались многие-многие поколения в российской эфире. Еще эфире. Да. И без этого невозможно. Это то, от чего пытались нас отучить реформаторы, которые ставили целью разрушения нашей страны. И слава Богу, что вот такие теперь вещи будут прописаны в Конституции. Мы просто вот за это даже, только даже за одно это должны пойти проголосовать. Потому что... И очень важно, что здесь звучит о том, что государство обеспечивает приоритет семейного воспитания. Да-да-да. Вот эта ювенальная история, она же ужасна. Она просто действительно ужасна, как вы правильно говорите. И там совершенно ужасные цели у тех, кто эту ювенальную историю выстраивает во всём мире и пытаются навязывать это нам. И с этим еще предстоит серьезная наверняка работа в нашем государстве по совершенствованию законодательства. Да. Потому что действительно приоритет государство заявляет, а значит все мы заявляем. Государство – это мы. Мы принимаем эту Конституцию, что обеспечивается приоритет именно семейного воспитания. Это очень важно, а значит должна быть всяческая помощь семье. И мы видим, как вот в несколько последних месяцев, особенно с тяжелыми событиями этой эпидемии, как президент и правительство принимали решение поддержки именно семьи с детьми. Финансовой поддержки – это очень здорово. Многие из этих решений по финансовой поддержке не единовременные, а просто навсегда сделаны. И теперь это будет закреплено в Конституции. Это очень важно. Причем меня очень порадовало, что президент Путин внес законопроект в Госдуму, который говорит именно вот об этих вещах, которые мы читаем в этой поправке про духовное, нравственное воспитание, воспитание патриотизма. Поправки, может быть, вы про это читали, как раз возвращают систему образования из этой просто даже вот ругательное слово услуги, образовательной услуги, да, как у нас пытались последние многие годы превратить образование в услугу и сделать это платным. Вот нынешние президентские инициативы, они поворачивают это обратно на наши исторические рельсы, что школа должна не только давать образование, а школа должна воспитывать гражданина, воспитывать его и духовно, и нравственно, и интеллектуально. Воспитательная часть образования это важнейшая часть образования. И вот это понимание президента меня очень радует и очень радует, что такой закон им был внесен в Госдуму. это просто потрясающе, и это перекликается с этой поправкой. Этим мы реально прекращаем все эти гадкие попытки в России разрушить наше образование, разрушить семью. Этим мы обеспечиваем будущее страны. И преемственность этого развития человек без нравственности это зверь, бездушное существо. И вот это очень важно, что вот этим мы даем вектор развития всей нашей страны в дальнейшем. И то, что мы действительно здесь сохраним всю преемственность России как великой державы, и вот это вот воспитание, оно позволит и дальше нашей стране развиваться поступательно и крепнуть всем нам, собственно говоря. Спасибо вам. Спасибо. На этом с вами прощаемся и до новых встреч в эфире.